Всем привет! На связи Руслан Захаркин, канал Захаркин Крипта. Надо было начать с Ола. Нет, это по-испански. Бонжур. А вот это уже ближе к теме, потому что тема у нас из Франции. Интересно, сейчас не будет никаких ссылок, никаких рефок, только социальные ресурсы, социальные сети. Ну и, конечно же, поговорим о реальных людях и о социальной токенизации нашего общества. Перед этим большая просьба подписаться на мой инстаграм-аккаунт. Ну и, конечно же, на мой ютуб-канал о заработке в сети интернет Захаркин Крипта. В общем, вот такая вот история, вот такая тема. Unity Project. Пришло время массового использования криптосистемы. Проект еще не стартанул, поэтому я вам буду рассказывать то, что есть на сегодняшний день и час, для того, чтобы вы уже примерно представляли, что это за тема. Родом она из Франции, потом покажу публичных лиц, все ресурсы, все ссылки, все это есть. Но для начала давайте проанализируем то, что есть на сайте. Если что, есть и русский, и английский язык. Я конкретно здесь настроил русский. Если какой-то перевод будет корявый, ну уж извиняйте. Как я уже и говорил, тема еще не стартовала, поэтому что есть, то есть. Я третий человек в России, кто об этом узнал. Значит, Unity Project это кроссчейн-платформа, которая объединяет создателей, инфлюенсеров и предпринимателей с их сообществами. Проект Unity это платформа под ключ, токенизирующая сообщество и творение. Значит, команда стоит на пересечении между создателями контента, инфлюенсерами, владельцами электронных магазинов и несколькими блокчейнами. Команда здесь помогает строить свою криптоэкосистему, членское пространство, онлайн-магазины и привлекать их сообщество. Как говорится, социальные токены станут неизбежными, потому что социальные токены, они очень сильно идут как раз в ногу с рыночным трендом. Это говорит NASDAQ и как бы многие темы. Forbes, Ledger это такой холодный кошелек. Medium, NASDAQ, Tech, Billion. В общем, все идет в пользу социализации вот такой вот и именно цифровой социализации. Например, я захочу создать какую-то криптовалюту, какой-то токен и легко смогу это сделать и монетизировать еще сообщество, дать ему возможность зарабатывать. Например, за Харкин Коин. Чисто по приколу. Я ведь могу это сделать. И другие инфлюенсеры могут, и другие люди могут. И всю как бы вот эту геморройную боль ребята берут на себя. Не мы будем вот это вот все создавать, там в кодах где-то копаться, а именно ребята. Едем дальше. Блокчейн как сервис. Технологии, лежащие в основе проекта Unity. Создавайте все, что хотите с нуля. Технические науки, как я уже говорил, все берут ребята на себя. И все это делается за считанные минуты. Значит, токен Genesis, ваш собственный NFT принтер, что здесь есть, да? Платежная система, да, крипто. Членское пространство для эксклюзивного контента. Крипто-магазин и нововведение Web 2.0 и Web 3.0. Хочу остановиться именно на токене Genesis. Создавайте свой собственный токен за несколько кликов. Раз, два, три, четыре, пять. Ваш токен уже готов. Что нужно сделать? Выбрать логотип, блокчейн, токеномику. Он готов к передаче в руки вашего сообщества. Все. Ну что вот сложного здесь? И это здорово, что вот кто-то там из Франции додумался сделать именно социальную токенизацию. Потому что просто создать ради создать это какая-то фигня. А для сообщества, да, вот это прикольно. Ну дальше здесь, если что, сможете тоже прочитать. Потому что и NFT, когда есть и крипто-магазин, некий marketplace, ну и конечно же крипто-платежная система. Потому что можно монетизировать свой контент или товары в блокчейне и получать оплату в крипте. Простые или повторяющиеся действия. Вот допустим, веду я какой-то блок или меня пригласили где-то выступить за определенный прайс. Я могу взять как рублями, долларами, евро, там английскими фунтами стерлингов, либо казахстанскими ТНГ. А могу взять в USDT или там в местном каком-то токене или еще где-то. Понимаете? Вот какая фишка-то удобная. Значит, мы создали Unity для разных платформ. Видите, да, Ethereum здесь, Polkadot, вижу Tron, Binance, BNB. Ну здорово, это реально здорово. Значит, все, что вам нужно, объединено в одном месте. Инфлюенсеры, создатели общества. Да, ну в данном случае, наверное, сообщества все-таки. Блокчейн, токенизация NFT плюс DAO Metaverse. Metaverse с английского – это метавселенная. Электронная коммерция, создание контента цифровых продуктов. Вот такой вот у нас вот кругляшок-треугольник. Мы входим в новую эру, построенную вокруг создателей сообществ. В ней есть крупные игроки. Рынок цифрового контента может вырасти практически на 600, значит, у нас миллиардов к 2025 году. Мировой рынок электронной коммерции, как ожидается, к тому же времени достигнет почти что 7,5 триллионов долларов. Это огромная сумма. Переход Фейсбука на Meta только подтвердил уже существующую тенденцию. Значит, чтобы инфлюенсеры, ну это создатели контента, да, создатели и владельцы интернет-магазинов, успели вовремя поймать как раз вот эту вот волну, ребята и построили фабрику в виде приложения Unity. Главная новость, никаких технических навыков не требуется. Есть у нас самые разные социальные ресурсы, социальные сети. Давайте я вам их покажу. Вы можете нажать на Discord, заполнить определенную заявку, Telegram, Twitter. Вот, пожалуйста, значит, Discord выглядит примерно таким образом. Дальше у нас Facebook. Все социальные ресурсы, социальные ссылки будут даны в описании под видео. Дальше что у нас? Значит, Unity Project. Вот здесь можно заполнить определенную заявку, мы это потом сделаем. Дальше у нас пойдет разговор про тех людей, которые все это создали, но чуть попозже, пожалуйста. Обязательно все покажу, это очень важно. Ну и, конечно же, Instagram Unity Project. Обязательно подписывайтесь, так, где я еще лайк не поставил. Вот у нас страничка в Инстаграме, конечно же, да, можно будет посмотреть. Очень интересная тема. Это официальная страничка, в случае чего, подчеркиваю, все ссылки будут в описании. Поэтому движемся четко, движемся открыто. И дальше. Дорожная карта. Вы должны знать, что здесь планируется. Значит, шаг номер один. Осведомленность NFT и предпродажи. Значит, повышать осведомленность о проекте, ну, то бишь распространять его на широкую аудиторию. Получить как минимум 100 тысяч подписчиков во всех социальных ресурсах. Как раз там Facebook, Instagram, Twitter, для того, чтобы была массовость. Дальше. Объединять силы с разработчиками или ранее подключившимися к проекту людьми. Дальше. Вести проекты и создавать NFT-карты. Закрытая предпродажа токенов только для держателей NFT. Некий пресейл. Шаг номер два. IDO. Листинг. Запуск. Официальный Unity токен IDO. Выпуск токена для держателей NFT. Публичный запуск приложения Unity. Добавление ликвидности DEX, таких как Uniswap и SushiSwap. Это децентрализованные биржи. Там не надо проходить процедуру KIC и знать своего клиента, но верификацию. Листинг на крупных биржах, таких как KuCoin, Gate, AscentX. Получить 10 крупных инфлюенсеров, 5 миллионов плюс подписчики в качестве партнеров проекта. Шаг номер три. Запуск Unity приложения и массовое применение. То есть здесь ситуация, да, и история не на один день. Здесь она носит массовый характер и на долгосрок. Дальше. Публичный запуск ключевых функций. Создание токена NFT, принтер. Обеспечение, внедрение, широко используемые в маркетинговых инструментах. Листинг на таких биржах, как Binance, FTX, OKEX. Вот на двух из трех я уже работаю. Это Binance и OKEX. FTX у меня есть ревка, но до сих пор еще не зарегистрировался. Запуск первых 20 проектов из списка ожидания. Листинг на крупных биржах, KuCoin, Gate и AssetX, потому что это не так быстро. Реализация 100 общественных проектов, запущенных на платформе. Итого, здесь можно будет и монеты создавать, токены, так еще и NFT. Вот это действительно прикольно. Разумеется, у меня всегда есть некая настороженность. А реально ли люди стоят за этим проектом? Ну, короче говоря, реальные. Значит, Йон Вирол, Жан-Мари Корда и Туган Бара. Я про них почитал, посмотрел. Смотрите, значит, Йон Вирол. Это действительно есть такой дядя. Он очень сильно похож на человека с фотографией. В общем, проверили, ребята. Это реально он. Давно уже ведет свой YouTube-канал. Очень давно. Намного больше, чем я. Много лет в крипте, где-то с 2017 года. И он в основном игрок в покер, но иногда инвестирует в крипту. И решил объединиться вот с этими ребятами для того, чтобы сделать что-то совместное. Значит, Жан-Мари Корда, он вообще основатель, значит, Фроктех. И кто в теме, тот понимает, что в Европе они ценятся. И Туган Бара тоже является сооснователем Фроктех, электронной коммерции, SaaS. Он является ведущим специалистом в области маркетинга, прямого отклика и кипирайтинга. Он был консультантом в нескольких NFT-проектах. Значит, я их всех пробивал. Вот эти ребята, значит, Йон Вирол. Он существует, значит, Жан-Мари Корда. Ну и, конечно же, Туган Бара. Вот здесь можно все это посмотреть. Вот Туган Бара, значит, PDF, джеб, что-то он тут рассказывал про щиткоины. Причем видео как раз свежее. Я вот смотрел его фотографии, его лицо. И это лицо явно очень сильно напоминает то лицо, которое здесь. Таким образом, все-таки это реальные люди. Я решил проверить. Но вы всегда можете перепроверить информацию. Если вы хотите стать частью проекта, вы можете проголосовать за ключевые решения и присоединиться к закрытой предпродаже токена Юнити. Разумеется, мы это все ожидаем в скором времени. Надеюсь, что до конца 2021 года. Значит, можете получить одну из 7777 уникальных NFT-карточек. Вот команда верит, что NFT это не только спекулятивные JPEG-файлы. Они дают доступ к сообществам, льготам, к выгоде. И в целом, они являются как раз частью вашего имиджа в онлайн-пространстве и ключом к преимуществам членства. Каждая из этих карточек, уникальных, кстати, карточек NFT, это ваш пропуск для участия в проекте как раз Юнити Проджект. Какие же у нас есть 6 ключевых бонусов от NFT-карт? Приоритетный доступ к предпродажам. NFT-холдеры могут покупать Юнити токены раньше и дешевле. Ну, разумеется, кто первый зашел в табу и тапки. Право голосовать и управлять. Участвуйте в принятии решений на платформе «Влияйте на будущее проекта» Юнити Проджект. Приоритетный доступ к новым функциям. Это у нас третья ключевая бонусная история. Доступ к токену Genesis, NFT, принтеру и многое другое. Раньше остальных. Дальше, сниженная цена. Платите меньшую цену за все инструменты платформы. Идеально для создателей и инфлюенсеров, ну, то бишь, блогеров. Увеличенное вознаграждение за ставки. Бонусы за ставки для держателей NFT. Доступ к закрытому сообществу. Знакомьтесь и получайте полезные советы, рекомендации от членов сообщества. Подключайтесь к Юнити, чтобы узнать о запуске и получить возможность купить NFT-карточки. В принципе, все ресурсы, все социальные сети уже будут даны вам. Вам стоит только подписаться на них. Телеграммы, все, разумеется, есть. Вот, я рекомендую, конечно же, подписаться. Вот он, Телеграм. Все ссылочки будут в описании. В дальнейшем вполне возможно, что я даже какие-то карточки разыграю. Но надо будет уже выходить на связь непосредственно с разработчиками. Потому что NFT, ну, тема классная, интересная. На этом тоже можно неплохо заработать. Так что дальше больше, разумеется. И мы сейчас посмотрим вот эту вот замечательную ссылочку. Если что, вот дискард, если вы нажмете, здесь вы можете зарегистрироваться. Но это вы уже можете делать самостоятельно. И, разумеется, только по собственному желанию. Значит, приложение открывается. Давай-давай, открывайся, открывайся. Там нужно будет ввести свое имя. Ну, и, разумеется, создать себе учетную запись. И будете знать немножко больше, нежели чем люди, которые, ну, скажем так, не зайдут и не сделают это. Понимаете? Все очень просто, все понятно. Вот, как к вам обращаться. Если вы уже зарегистрированы, ну, нужно ввести адрес электронной почты. Войти с помощью QR-кода. Да, если вы еще не зарегистрированы, нужна учетная запись. Ну, пожалуйста, имя пользователя. Ну, вообще, должно быть на английском языке. Допустим, имя пользователя, ну, некий никнейм. Дальше нажимаете на «Продолжить». Система вам как раз здесь кое-что подскажет. Вот, выберите все фото с поездами. Давайте мы выберем фото с поездами. Так, тут что-то происходит. Чтобы продолжить пользоваться дискард, подтвердите свою учетную запись. Подтвердить по телефону. Отправить. Введите шестизначный код. В общем, моя резолюция. Ну, что же, проект, безусловно, заслуживает нашего общего внимания, моего, вашего, тех людей, которые только-только двигаются как раз в сторону цифровых финансовых активов. Есть определенные возможности, есть, конечно же, определенные риски. Гарантии, разумеется, никто вам давать не будет. Это невозможно. Вот, тем не менее, я вижу здесь потенциал. Потому что, ну, во-первых, проект все-таки находится во Франции. Вот, идет распространение через западную, восточную, центральную Европу. И только потом он уже придет в СНГ. Это хороший знак. Так, если вы уже давно, как бы, инвестируете в самые разные, там, сетевухи, в хайпы, может быть, в какие-то рискованные проекты, вы понимаете, о чем я говорю. Безопасность, она очень важна. Будем следить дальше за развитием событий. Я, безусловно, в своем инстаграме, в своем телеграм-канале о заработке в сети интернет буду вот здесь вот выкладывать, значит, определенные посты, рассказывать о том, как здесь можно зарабатывать, какие есть возможности, какие есть риски, через что это все делать. Потому что, ну, мы ждем как раз выхода токена Юнити, там, Дженезис еще. В общем, тема, действительно, такая долгоиграющая. Поэтому, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк, сделайте репост, подпишитесь на мой YouTube-канал Захаркин Крипта. Пожалуйста, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео и ответьте мне на самый главный вопрос. Хотели бы вы создать какой-то свой токен, монетизировать комьюнити и дать возможность зарабатывать всем, кто действительно этого хочет? Разумеется, жду развернутые, конструктивные, аргументированные комментарии. Ye come on, come on. Субтитры сделал DimaTorzok